Как и многие другие португальские больницы Эта Визеу, уже несколько недель работает на пределе своих возможностей. По словам ее главврача, в январе было госпитализировано почти столько же пациентов, как за весь прошлый год. 28 января это число достигло рекордных 278 госпитализированных пациентов. Это сценарий катастрофы, в котором нам приходится принимать решения в режиме реального времени. В любой момент мы должны адаптировать ответ, принимая неожиданные решения. Это медицинный катастроф. Нам уже пришлось использовать полностью импровизированные средства. Например, открыть больницу в спортивном зале в городе. Когда началась пандемия, пациенты с ковид занимали один лазарет на седьмом этаже этой больницы. И главврач не мог подумать, что их придется размещать на других этажах и в других отделениях. Таких как хирургия, ортопедия и урология. Медпункты были преобразованы в отделения промежуточного ухода. Год назад в этой больнице было 8 коек интенсивной терапии. Сейчас их 26. Мы не знаем, как долго сможем выдержать столь высокое давление, потому что приток в отделение скорой помощи не снижается. В больнице работают десятки медсестер и помощников, но других врачей в стране нет. Германия направляет в Португалию помощь, но главврач больницы Визео пока не знает, примет ли иностранных врачей. Мы знаем, что интеграция людей с другой стороны, врачей и с другой стороны, и с другими методами работы может вызвать затруднения. Это никогда не бывает просто. Мы запросили у Министерства здравоохранения интервью о давлении, с которым сталкиваются португальские больницы, и об иностранной помощи. Но, несмотря на наши настойчивые просьбы, ответа мы не получили. Филиппа Суарш, Визео, Euronews.